Вот Игнать Тихонович на очередной своей прогулке на улице ходит по крыльцу, так как он дальше никуда не ходит. Решил прогуляться тут. А что так рано вернулись? Ой, у меня еще это с ногой там, а потом холодно. А сегодня мог не мог крышу проведал несколько раз. А почему я сколько у меня там? Смотри, я тут подумал так. Вот это мешает маленько, я вот так вот сверну, три стула. Там у меня получается 6 метров. А там не метры считаются, а сколько вот так вот. Я поэтому пришел, до сих пор найду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. О, так это еще мешает. Так, ну-ка, дай-ка я. Вот так. Ага. Все у меня тут все нормально. Вот что-то ноги тут мерзли стали. Так, постойка. Это у меня валенки здесь. Да, у меня тут носки. Сейчас я тут это, кто его знает как. Я его слышал сегодня. Утром списывал тут разные ролики, как колени лечит. Но валенки-то у меня там одни, а это комнатные. А сколько у меня тут получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Главное, это движение в колени. И у меня получается оттуда линия прямая здесь. Еще я там на улице столько время толокся. О, еще и валенки не сгибаются. Да и валенки лишние эти. Это надо просто понять. На коленках-то сгибаешься, а валенки тут мешают. Я сейчас вот это вот возьму. Это у меня тут двойные носки. Я опять. в носках. Это чтобы было легче. И вот смотри, что у меня будет теперь. Я не на улице, я рядом. Я могу включить сейчас. Здесь у меня Библия записана. И пошел. А как тогда считать, сколько я ходил-то? Там я считаю. Я подумал туда-то. У меня ручка есть, карандаш есть. Вот так я беру карандаш, бумагу. А вон тут, на столе. Теперь я могу ходить, читать молитву. А проходя мимо, вот так вот раз, черточку. Теперь два раза прошел тоже. Две черточки. А карандаш в руке. Я иду и пою. Богородица Деба, радуйся, обрадованная Мария, Господь с тобою. Благословен ты в женах и благословен плод чрева твоего. А потом еще подумал. Один раз. Мне же надо... Сколько же? Шесть тысяч. Шесть тысяч шагов сделать. Шесть тысяч это полтора километра до моста. И обратно три. А здесь у меня получается 20. Пройду 20 шагов. А это 350 поворотов сделаю. За сколько? Теперь я подумал, еще уменьшить можно. Временно тратить. Даже один раз я пересчитал примерно. Я вижу сколько получается. За один час сколько у меня получалось? Пять тысяч семьсот. Пять тысяч семьсот. Теперь мне туда ничего не надо. Я на часы посмотрел. То есть что-то тут мешается. Носки-то ей тоже мешаются. Дело в том, что через подошву акунпурное лечение называется. Вот и все. Лишнее убрал и никому я не мешаю. А как вот это? Вот у меня здесь такое есть. Я сейчас вот захожу. Любое могу включать. Ходить и слушать. А кроме того, слушать-то... Вот теперь смотри. Ах! Вот это вот я вот так вот возьму сейчас. Вот. Канал наш. И что тут надо? Сайт найти. Вот я сайт открываю. Вот он сайт. Где? Что-то вот аудио и видеозаписи. Я ткнул. Библия, насчитанная мной уже. И вот я ее ткнул. Повторно насчитанная. Как идет? Идет. Сохранить. Я не знаю тут, как она играет. Ветский завет. Новый завет мне надо. Два раза. Два раза нажмите. Два раза нажать надо. Так. Евангелие от Марка. Как она будет говорить? Да. Включайте. Вкачать? Нет. Включайте. Марка первую главу. Первую главу включайте. Первую главу. Раз или два раза? Один. А счет нету? Ну, попробуйте два раза. И вот сейчас нажмите. Евангелие от Марка. Первая глава. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. О, как! Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожи на чресла свои. И элакриды и дикий мед. Вот у тебя посмотри, вот по прямой поглядь. И проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Так, давайте сюда посмотрим. Я могу слушать тогда. Гляди-ка здесь. Вон от той стороны. И прямо сюда я выхожу. Газетка. Поднял ногу. Вообще! А теперь, когда я побыл, говорит, теперь у меня эти, там, воду принес, что сжались. Я сегодня просчитал только, что нужно делать. Ну, я тут могу включить другое что-то. Это, нет, я показал. А вот, что нужно делать. Это одеяло. Это мне ноги поднимать выше. Вот так вот сесть. Это я все из интернета узнал. Что-то для того, чтобы мягко было. И ничего не надо. Ногами только шевелить вот так вот. В коленках-то шевелиться. И все. И у меня никуда оно не идет. Я сижу там, это подвинул. Там не будешь, там обедают. А здесь я сижу, стол мой. Я утром так посмотрел, думаю, вот, главное, что дешево. Не скучно. Я могу сейчас включить там песнопение или новости. Новости какие-то передают. Оно под боком у меня. Вот она колонка-то где стоит. Вот смотри как. Постепенно ходил туда, к мосту. А погода-то какая. Я топ в валенках, вода. Пошел в сапогах, замерз. Да когда-то дойду, я боюсь, один там еще случится, и никто не найдет тут. Давай здесь на это ходить. Сколько дней у меня было. Ты видел, я сколько ходил. А теперь, оказывается, мне и выходить не надо. Я здесь хожу, и то же самое у меня получается на такое же расстояние, 6 метров. А так как я ступаю небольшими шагами, то у меня получается 10. Туда-обратно прошел, это 20 шагов. А здесь ничего не надо. Не натружено. Просто как ребятишки играют. Стоят на стуле или где ногами машут. А здесь движется. Здесь-то. Вот оно где. Это я сегодня, ну утром это все, никого дома не было. И вот я встал смотреть, да думаю, вот так, так, так. Валенки тебе давят, вот это вот казанок у меня. Надел эту, давят с этой стороны. Носки надел, а они рвутся. Значит, как раз ничего и не надо. Как дай диаген. Все выбросил. И однажды идет, смотрит, мальчик пьет ладошками воду. А у него в руках была кружка. Он ее запулил, и говорит, и ты лишняя. Жил в какой-то брошенной бочке. Показал, что человеку надо совсем немного. Вот я пошел здесь теперь. Вот она пошла. Молодец, молодец, чердосечка. Умница. Сделала бумага. Вот один раз то-нибудь у меня будет. За час сколько он сделал. Я прошел, даже не задержался. Четыре. Пожалуйста. А что это такое? Я где-то подобрал. Многоэтажный жилой дом. С объектами. Общественное назначение. Отопление, вентиляция. Попаница, 919. Ну и вот все здесь есть. Она выброшенная была. Я ее привел. Я посмотрел. Да смотри, сколько чистой бумаги-то. Ну и думаю, я могу заметить часы. Проходя мимо. Но все-таки я, когда думаю не пройти, в это время я отвлекаюсь. Мне надо, чтобы я не отвлекался. Один раз я на часы посмотрел. Теперь хожу туда-сюда. А в конце вот такое вот. Ну и какие другие там упражнения проще. Главное вот это вот ходить. И мне говорят, зачем, как. Это движение. Во-первых, весь организм. Ну что такое? Да что такое? Да что моя чернушка? Вот так вот. Благодарю, брат. Поделился новостью такое. А теперь что здесь? А здесь это вот как. Все валенки собрал. Какое пальто у меня было. Валенки. А вот они провалились. А туда и туда подошвами. А это одеяло. Сюда. Это когда ноги пухнут. Что? Я тогда вот это вот беру. Вот сюда. Вот сейчас. Вот смотри, она будет как. Ну, она знает сейчас. Подожди. Уходи. Сейчас она ко мне пойдет. Все. Смотри. Ну, ложись, ложись, ложись. Давай. Хорошая, хорошая кошка. Ноги, получается, выше бедра. И у меня опухоль бы на ногах исчезла. Все, вообще нету. Это же сделал отложиться спать когда. Бывает даже в среди ночи. Я чувствую, что это плохо. Вот так. Ну, ложись, ложись. Ложись, хорошая кошечка. Ну, все. Ногушка, ну, все такое. Сейчас покажу, как. Вот она, гляди. Все легла. И легла на то место, где надо мне подогревать. Вот. Она мне обращует. Ну, да, конечно, конечно. Да, она рада тому. Вот так. Вот. Сколько всего радости-то где-то. А вот здесь вот сейчас я могу уже сидеть и слушать. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. И было. В те дни пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Ярдане. И когда выходил из воды, тот, что увидел Иоанна, развязывающегося из небеса, и Духа, как голубя, сходящего на Небе. С миром. И глаз был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною. И был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус Галилею проповедует. Видишь как? Удобно. Я считал когда-то, распространял. Так, черное. Ну-ка, маленько, попойди сюда. А вот смотри, как здесь. А, нет, я не брал. Вот мальчики обыкновенные, как они сгодились. Я не брал ее. А здесь такое дело. Нет, надо рюкзаке смотреть, я не помню. Так, надо мне сложить. Теперь надо вернуть. Евангелие, Царствие Божие. И говоря, что... Вот это вот я вам... ...время и приблизилось к Царству. На улице, которую провели мы. Ну, ты считай, не получил. Одна горела, эта вилочка. Ну ты здесь заграда сейчас, да? Да. Сейчас где? Заграда или где-то? Евангелие от Марка. Первая глава. Сейчас я гляну в рюкзаке. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Это второе место. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса, и пояс кожи на шреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крест... Видишь как? Постепенно-то дошел. Теперь оттуда меня не тянет. Почему? Лед застывшее. Там уже упасть, просто вылететь. Хочет проситься. Дай-ка. Иди сюда. Да нет. Все на этом. Ну все, слава. Слава Христу. Аллилуйя. Да. А это? Хорошо. Да. Пока.